Студия аналитики пребывает в состоянии экстаза после последней игры. Ребята с Cloud9 не последней игры на турнире, только первый. И Cloud9 все-таки не смогли взять вторую карту и зарабатывают 0 очков противостояния против LGD. Ну а LGD отлично стартует этот турнир. Ребят, как вам катка? Андрей, как тебе катка? Блестящая игра. Великолепное начало турнира. Да, как сказал Виталий, это великолепное начало турнира от великолепной команды. Что за смешок, Андрей? Интересное решение, я должен сказать, принял Eternal Envy, когда купил рапиру на 42 минуте. И смог тем самым купить время своей команде, еще порядка 40 минут. Но, к сожалению, антимаг в его и тимбилд ни при каких условиях не входит рапира. Вот, в итоге, опять же, Фата как старался, как старался, не получилось у него выиграть. Отличная статистика у Eternal Envy 0.6. Ну, как раз на шестерку сыграл. Действительно ли на шестерку? Был вопрос с Eternal Envy, почему этот замечательный представитель дота-комьюнити не приобрел тревела на антимаге, будучи обладателем шести слотов, в принципе, и большого количества денег в инвентаре. Ведь благодаря тревелам он мог бы спритпушить. Наверное, это была единственная возможность выиграть в этой игре. Не выходить из чужого леса, в принципе. Да, исключительно спритпуш и попытки, так скажем, закрыть сеть базу, ну, как-то развести там. Антимаг, если бы, если встречал какого-нибудь одного или там двух героев, может быть, он их мог убивать легко. Ну, или они ему не могли ничего сделать, он мог от них уходить. То есть его могли убить там только толпой, как это случилось в конце, когда он потерял рапиру. А сам он там может убивать, например, нападет на решрака и убьет его. И получается, вот за счет каких-то таких спритпушей можно было действовать. Но без тревелов ты не можешь это делать, естественно. Нету ТП, приходится все время покупка рапира и Тернал Эдви. Не, решение действительно хорошее. 42-ая минута, все очень плохо. И нужно было принимать какие-то такие вот боевые решения. Тут не были готовы. Энви тут молодец. ЛГД не были готовы, у четырех героев не было ТП. И Патернал Эдви банально успел снести целую сторону. Походу между матчами был все-таки разговор по поводу Энви. Ну, собери хоть что-нибудь на дэмэдж. И он решил психануть и собрал. Он взял себе в первой стадии антимага и сказал, сейчас будет дэмэдж. Да. Сейчас я вам покажу. Да, да, да. Да, и казалось бы, что все может быть неплохо. Забавная статистика у Энви была, когда он рапир купил 0-4-0. Обратите внимание на Энви, как он действует. Вот он там бегает с европирой. Да, да, он просто боится драться. Нет, ну вот тут он дерется, что все очень далеко. Все отрезано. Там клокверк отрезан. А дальше он куда-то назад блинкается и куда-то пропал. На действие Лина, она сейчас блинкается вниз, будет всех убивать. А Энви не будет бить никого. Вот после этого Эгис как раз. Лина сейчас блинкается вниз. Это, по-моему, не та драка. Вот Лина начинает раздавать. Бьет, бьет, бьет. Пару тысяч от антимага. Он весь в золоте. Идет. Лина стреляет. Антимаг назад! Назад. Лина остается, бьет одного, бьет, бьет, бьет одного. Убивает, ну почти убивает. Уходит там назад. Антимаг бегает по базе. Мансует, мансует. И опять начинает закидывать. Вон Лина бьет, бьет. Антимаг там катается, брыкается. Ну ладно. Опять назад он брыкался. Он блинканулся от одного герокоптера. Просто одного блинканулся. Да, да. А фото на мужчину. А вот эта драка обратите внимание на Антимага. Вот где я сейчас кликнул. Мышкой вот туда смотрите, где он будет стоять. Лина дерется. Бьет одного, бьет, бьет. Так, ультимейт во второго дает. Бьет его Антимаг. Его даже не видно. Где он? У него есть бэф. Вон он, вон он, вон слева там где-то. Вон он там снизу. По-моему, это была иклюзия. Так, он блякает с НСФ и тут, правда, Клокверк две раз в турне запирает свою Антимагу и он не может пройти, получает кучу демага и говорит... Но уже тут не хочет идти. Да, ну нахрен. И опять он накалывается. Ну, он не сделал ни одного удара за драку, на самом деле. Ну и момент, где все закончилось. Да. Знаете, ребята, у меня интересный вопрос. Ультовал ли Eternal Envy в этой игре? Хороший вопрос. А я не уверен. Хоть раз. Что считают студии аналитики? Ну, я не видел. Может быть и было. Разочек. Случайно, да? Ульта обычно юзается, чтобы убить героя уж наверняка, но так как у него в графе киллы ноль стоит, что ультовал он вряд ли, наверное. Грустно. Резонно. Грустно. Грустно. Я даже не знаю, что добавить по этой игре, потому что все уже было показано. И ребята из Cloud9, ну, вот я вижу недовольное выражение лица у тебя, Ярослав. Недовольный ты Cloud9. По игре много не скажешь. Не понравилось? Не понравилось. Не понравилось. Плохой пик, как бы. Мне кажется, великолепный матч был. Вопрос, почему к Eternal Envy возникает все снова и снова? Да. Это самый частый вопрос. Мы будем следить за этим молодым игроком, за этим молодым профессионалом, за его дальнейшим походом по интернешнему. Мы увидим еще много игр Cloud9, и в том числе даже сегодня. Давайте взглянем на результаты первого тура. Параллельно у нас шли игры Complexity против MVP Phoenix, а также матч Secret против Fnatic. Ну, в матче MVP Phoenix против Call сенсации не произошло, Complexity выиграли 2-0. А вот Secret, Secret проигрывает во второй карте Fnatic, причем с достаточно разгромным счетом. Для кого это сенсация? Ну, только не для студиоаналитики. Да. Да. Дело в том, что собрав информацию по сегодняшней этой игре, Secret против Fnatic, мы допускали возможность того, что Fnatic соберутся и выиграют хотя бы одну карту. Довольно высока была эта вероятность. Сергей, поправьте меня, если я не прав. Я поправляю, я уже говорил по поводу Муши, что за International. Он играет просто великолепно, не знаю, за троих, может, за пятерых, а то и за десятерых. Да. Ну, все верно. Мы пока не посмотрели первые игры, мы не можем объективно действительно судить, потому что фальтики достаточно давно не показывались, тренировались. И теперь мы видим, что они готовы к турниру. Выбрались, выбрались из вот этого шестиугольника, выкропкались. Который их облепил. Да, в одной карте смогли, смогли. Какой воздушный шарик его поднадули чуть-чуть. Да, да. Ну что же, у нас приближается второй тур, второй тур группового этапа первого дня. Secret против IG сыграют на нашем стриме. А в это время, параллельно, на канале втором будут играть Cloud9 против Na'Vi, а на третьем канале сыграют LGD против Complexity. Ну, если LGD против Complexity, ну, я думаю, что... У меня стоит счет 1-1. Нас не ссуру. Быстро, четко. 1-1? Да, на этот матч именно. LGD Complexity нас, может быть, не так сильно будут интересовать, но вот Cloud9 и Na'Vi мы, конечно, постараемся как-то тоже заставить. Захватить нашу трансляцию. Что, вы хотите поставить прогнозики? Да, можно быстренько поставить и вернуться к нашему матчу, который у нас будет на стриме, наверное. Но если LGD Complexity, нет, я, конечно, на LGD ставлю 2-0, по-моему, без шансов должно быть. А вы как думаете? Я по-разному поставлю. Нет, я понял. Я, пожалуй, согласен, что 2-0 LGD выигрывает. Я бы посмотрел, на самом деле, на шестиугольник матчей Cloud9 против Na'Vi. Сейчас посмотрим, да. Сейчас посмотрим. Как дела обстоят. Ну да, давайте перейдем к Cloud9, потому что LGD Complexity, смотрите, что на третьем стриме, если вас интересует, а вот Cloud9 Na'Vi. Да, аналитики, объясните, пожалуйста, почему десятки расставлены у ребят из Na'Vi? Ну, потому что, в принципе, ну, они боги игры. Боги. Есть только в одном месте проседание. Давайте откровенно, вот если по всем пунктам пройтись, то, ну, суппорты, Санейка, Артстайл, который, Иван, который привносит максимальную пользу как суппорт, как капитан, и Санейка как исполнитель. Это идеальная синергия, поэтому безоговорочно 10 баллов. Стратегии, я думаю, даже объяснять не нужно. Артстайл – это человек-капитан, человек-стратегия. Можно было бы поставить 11, там было бы 11. Но, к сожалению, я все уже свои бонусные очки раздал другим командам до этого, поэтому... На самом деле, за лейнинг можно было чуть поменьше поставить, но мы не стали обращать на керри, который мог подвести минус в эту графу, испортить лейнинг. Мы поставили десятку за просто команде, как она отрабатывает. Да, да. В принципе, поэтому и есть десятка. Ну, соло линии, как бы, тут тоже спорить мы не будем. Мы видели Фанека на его бруде, на его думах раньше. Ну, конечно, и Дэнди на Пудже буквально вчера тянул только. Прекрасно отыгрывают. Так, Teamfighter. Ну, ребята на буткемпе сидели довольно долго в последнее время перед International. Да, абсолютно так же. Они играли каждую драку 34-м. Пятая игра где-то фармит, как товарищ Eternal Envy. Но и все равно блестяще получается. Блестяще, да, 4-м и выигрывают каждую драку. Во время тренировок они могли уделять аж по 3 часа, где-то разбирая один замес только. Ну, это на самом деле важный очень показатель. Каждый высказывал твою точку зрения. И вместе принимали решение, как правильнее было сделать в этой ситуации. Ну, и кэри команды не тот, конечно, уже Сашка совсем. Да нет, все тот же на четверочку играть. На самом деле, все тот же. Все тот же. Не в плюс, не в минус. Абсолютно так. Ладно. Да, давайте на самом деле серьезно все-таки расставим. Это мы так пошутили. Ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Судия. Юморка. Юморка. Шутка за шутки. Судия. Вот это вот надо. Поклон, поклон, конечно. Вместе. Да ладно, давайте, раз мы все-таки говорили о команде Navi, мы видим, что сзади нас виднеется табличка, что игра Secret против IG начнется через 9 минут, поэтому давайте мы шестиугольник все-таки по-серьезному уже сделаем у команды Navi, вот прямо на стриме сейчас разберем. Итак, стратегия команды Navi. Ярослав. Покольно в двух словах, чтобы долго там... Ну, я думаю, за стратежку мы Navi поставим где-то 7. Сереж? Ну, соглашусь, наверное, на семерку, да. Дальше не пойдут. Андрей? Ну, я бы, конечно, поставил 6, но так как мое мнение уже никого не интересует, так что мы ставим Е7. Хорошо. Файты. Кирослайты. Драчки. Ну, в принципе, Navi-то вспоминаются какие-то такие моментики, например, с квалификацией, где очень здорово они дрались, но мне даже кажется, что скорее это просто индивидуальное исполнение отдельных игроков в файтах позволяет им тянуть. А вот как позиционная расстановка файта, как они готовят все файты, сейчас это не на должном уровне. Я бы поставил 6, наверное. Сереж, ты что думаешь? Ну, потеряли они вот как раз то Navi, что они делали всегда, дрались чуть ли не лучше в мире было по этому показателю. Поэтому сейчас такого нету. Наверное, восьмерку не тянут, на семерку тоже. Я им 5 поставлю сейчас за эти драки. Но это не считаю того, тех пару игр, которые они отыграли на квалификациях. Мне кажется, вот касательно драк, вот это вот привносил Климент Пупеев в команду, потому что я знаю, он любит до то что очень подходить к дракам, вот эта вот шутка про то, что Navi там разбирает по 3 часа, вот он действительно, я слышал, что по драчкам-то заморачивался, если можно так, конечно, сказать. Вот, по гангам заморачивались индивидуальные персонажи, а вот именно по большой драке это было, да, скорее Клименту. Вот, поэтому я тоже, честно говоря, не видел какого-то сверхисполнения, каких-то суперпозиционочек, больше ситуации, по мне, так получались из-за индивидуального, да, мастерства какого-то игрока, складывалась драка в пользу, допустим, в Navi, если она была в пользу. Поэтому 5-6 очков примерно. 5 или 6? Это решающее мнение? Это решающее мнение. Тогда я поставлю 5. Строго, строго, но справедливо, не буду спорить с вами, Андрей. Лейнинг, давай мы начнем с тебя, Андрей, в этот раз пойдем. Хорошо, лейнинг, за лейнинг я бы поставил больше, потому как у них получается лучше, 7 очков. Хорошо, Сережа. За лейнинг, наверное, так же, как и за стратегии, поставили семерку, это, в принципе, две одинаковые вещи, что отталкивается от драфта как раз. Как проходит драфт, так и проходит мнение. Мнение ничего не решает уже. Ты можешь поставить 5, и будет 6. Да, но я не поставлю 5, я поставлю 6, и получится 7. Хорошо. Саппорты команды Navi. Сереж, давай начнем с тебя, ты как бывший саппорт. Как суппорты мне очень импонирует товарищ Санейко за его игру, за его микроскиллы, за его передвижение по карте, за то, в принципе, что он делает. Вот мы будем судить, наверное, по последнему чемпионату, по этим же надавидливым уже отборам. Он там показал себя во всей красе, то, что он может, умеет, он настолько перспективный. Ему я поставлю восьмерку, наверное, даже, наверное, девятку. То, что я видел. Артстайлу мне не понравился на этих отборах. Вот ему 5 в сумме, тоже семерку, наверное. Ярослав? Я склоняюсь к шестерке для саппортов. И да, Акбар Санейко очень хорош. 8-9. Артстайл из того, что я видел, не дотягивает. И в сумме на 7 это не тянет. 6. И, Андрей, твой голос решающий. Мой голос решающий. Ну, по поводу Санейко, я думаю, спорить смысла нет. Он хорош, он очень хорош. Но, конечно, ввиду, короче, из-за того, что молодой, он не дотягивает до десятки. Так что это 9 очков. Ну, а Артстайл, ну, да, он был слаб, откровенно говоря, на отборах. Но я отслышал много то, что он действительно тренировался. И у него стало получаться намного лучше. Поэтому, только потому, что вот прям даю ему шанс. Авансом. Даю ему шанс. Даю авансом, да. Ставлю 7. Хорошо. Да, с осуждения идет просто двухмесячной давности. Он, может, за 2 месяца так поднялся, что сейчас один из лучших в команде. Ну, я слышал суприм у него. Давайте быстренько закончим Керри и Соло. Керри, ну, все-таки, ребят, не 4 же. Он, на мой взгляд, Сашка сейчас вот вообще тянет свою команду наверх. Поэтому 8. 7. Да, он очень хорошо играл. Я поставлю ему, не знаю, не хочу решать опять на самом деле. 8. 7. 8. Ну, решай, давай. Давайте-ка подумать. Не, это 8 точно. 8. Ну, и соло линии FANIC и Dendy. Андрей. 7. Сереж? Наверное, у меня все тут семерки будут. 7. Ярослав. Ну, да, согласен. 7. Хорошо. Обновляю я шестиугольник Na'Vi. Мы посмотрим его потом в обновленном виде. А у нас тем временем начинаются, пока мы тут разглагольствовали, начинаются пики матча Secret против IG. Не успели мы поговорить про IG, но я думаю, во время пиков, может быть, и захватим эту команду. Вот, смотрите, пики за нашими спинами. Так, ну, в первую очередь, на самом деле, хотел бы сказать то, что у Secret'ов за вот два месяца, которые не тренировались, даже больше со времен Red Bull'а, они особо не изменили своим пиком. Это также квапа у них ушла на ферст пик. Добирают Dazzla, тоже один из любимых героев в бане, Тусик и SF. Это два, соответственно. Ну, SF и был примерно такой же силы, а вот Тускар – это эдакий новый ферст пик герой. Вот, отвечают IG герокоптером, Блудсикером. Блудсикер – это очень интересно. Ну, SF – это еще дань уважения, я думаю, Феррари в каком-то смысле, потому что Феррари – это был один из сигнатурных наравне скинов Пейн, и Штормом герой. Не хотят они против Феррари на SF играть. Интересно, Блудсикер, да, вот. Никто пока Блудсикер этого на турнире не пикал, и тем более так быстро, чтобы вот на второй прям пик. Пока никакой комбы под него как бы не видно. А товарищи фанатики, как ему нас пикнули? Не знаешь? Нет, они играли, да, с Блудсикером? Они играли с Блудсикером как раз в этом матче, в котором они разнесли Team Secret с насчетом 25-3. Зевс, а берут. Вот она, собственно, и комба пошла. Зевс, возможно, а соло-мид для Феррари. Даже скорее всего, потому что, видимо, Блудсикер будет стоять соло, и будет некоторая трипла для кирокоптера. Мне, на самом деле, где-то на стадии 30-40-й минуты, когда Зевс получает 14-й левел, у него становится 4-я промакшенная чайна, и на него накидывают Блудсикер с увеличением урона. И он начинает спамить. Это очень больно, на самом деле. Ну, там и, знаешь, и лайтинг-болты неприятные. Ну, понятно, лайтинг-болты – это лайтинг-болты, но вот когда вот этот раз в 2 секунды происходит, там по 200 демиджа в тебя вылетает, если не больше, там 250 даже. Ну, и не будем забывать еще про синергию, когда Зевс просто нажимает ульту, Блудсикер сильно разгоняется и усиляет. Да, да, это само собой, это даже не обговаривается. Да, да, разгоняется. Ну, смотри, Сикер, ты сразу понимая, как бы, к чему все идет, потому что будет трепла Блудсикер соло, усиливает очень сильный свой трепл Дазл Андаинг. Дальше сюда можно добрать любого ранжового, практически, персонажа, и к такой трепле идти, ну, опасно, очень опасно. Откровенно говоря, Блудсикер один из самых сильных героев, вот один на один, он очень многих не то, чтобы переласхитить, но очень многих просто прогоняет с линии, потому что очень тяжело драться с героем, у которого бесконечные хп, и, если что, он начинает разгоняться и просто убивать. А Андаинг в этом плане хорош, потому что он всегда держит Блудсикера на лоу хп, в том плане, что у него, в принципе, довольно мало хп, под тремя дикейми будет где-то там 350 хп, этого, конечно, недостаточно, чтобы комфортно стоять на линии, просто плюс один герой, и там, соответственно, Блудсикер уже будет умирать. Вообще идеальная стратегия с Блудсикером, это когда ты Блудсикер отправляешь в свою соло линию, он там стоит один на один, и ты постоянно дерешься на сложной линии. Это и хотят сделать. При скорости, да, 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 с Герокоптером, с Рубиком, и он при скорости придамиджит свою линию, просто доминирует, убивает любого героя. Тут правильно говорит Андрей, что Андрей может пойти к Блудсикеру и не дать ему это все сделать, просто потому что задикейт его, и Блудсикер, как бы он там ни разгонялся, с 200 хп особо не побегаешь. Ну, Блудсикер его может просто перейденять наглую со своим дэмэджем, с топориком, который он подкупит себе, и не дать добить одного наш Крепанда. Блудсикер опасный персонаж в этом плане, очень опасный, но Сикреты так или иначе уже имеют неплохой пик, чтобы защититься от этого. Берут еще и Темплар Ассасин, очевидно, к Зевсу, в мидл, наверное, хотя, кстати, Темплар Ассасин может пойти к Блудсикеру. Нет, нет, очень хорошая пика, из-за того, что Сикреты понимают, что к ним сейчас придут, они просто поставят туда Queen of Pain, неубиваемую, и трудно будет отстать. Queen of Pain может пойти к Блудсикеру, ну, то есть к Блудсикеру есть кому пойти здесь. Каждый из этих героев может пойти к Блудсикеру, даже даже. А если из серии фантастики Гирокоптера на мид отправить? Да нет. Я помню, как-то в свое время Гирокоптер был? Ну, это будет самый, наверное, плохой вариант из всего этого пика. Гирокоптер пошел на мидл. Туда или Блудсикера отправляешь, либо Зевсу. Чисто теоретически Зевс все еще может быть саппортом, но мне кажется, что вряд ли они хотят так играть IG. Будет это какой-то фигней. Гирокоптер, Зевс, Рубик, Линия. Ну да. Им нужен, конечно, какой-то стальчик. Лина остается все так же. Может быть, Шейкер. Посмотрим, посмотрим. Пока банят ребята из IG и Клокверка. Последним баном. Станчикам нужно обязательно, потому что Тамблар Асасин нужно будет останавливать где-то в середине игры чем-то. Если Блудсикер будет тратить свой ультимейт на кого-то другого, то Тамблар Асасин будет свободно себя чувствовать в драке. Да, кстати говоря, есть еще Бэйн. А, нет, Бэйна нет. Как раз-таки Бэйн-то в бане. Да, Шейкер вроде как смотрится неплохо. Неплохо было бы поиметь какой-нибудь стан через БКБ, но таких героев на триплу практически не осталось уже. Может быть, Бистмастер? Казалось бы, Бистмастер на трипле фигня, но с другой стороны, почему бы и не было? Ну, такого, конечно, не произойдет. Кого стоит добрать IG? Ага. Виверну забирают? Ну, у вас собственный стан через БКБ, действительно. И интересно, что Виверна до сих пор была не в... Да, это сенсация такая. Не в пике, но как-то вот все забыли про нее и мыт в том числе, а вот она и тут. Как тут? Ну, решил забанить аппарата, чтобы не мешал Doom, Hill, как раздаст лая, андайм, чтобы просто драться, чтобы в середине игры в состоянии были замесы. Виверна может зарешать все это дело? Виверна, в принципе, может зарешать иногда игру. Против темп ларка очень хороший, пик есть с тестером, за темп ларка абсолютно ничего не может сделать против Виверны. Виверна все так же обладает сумасшедшей дисбалансом, на мой взгляд, скиллом Cold Embrace, который нельзя никаким образом не с диспелить, не сдифузить. Это Баунтихантер. Ну что ж, очень сомнительный пик, на мой взгляд. не знаю, по-моему, неплохо. Undying с Баунтихантером на тяжелой линии будут все хорошо чувствовать. Там не Undying с Баунтихантером, там будет Dazzle с Undying стоять, Баунтихантер будет бегать по карте, Квапа будет стоять на топе и темп ларка будет стоять в миде. Ребят, ну что ж, пик мы с вами проанализировали, а игру пусть комментируют профессионалы. Комментаторы, дерзайте.